Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Как забыть человека? Ну, во-первых, я думаю, что забыть невозможно. То есть память, она так не работает, даже если вы себя загипнотизируете, то прям все равно вы будете через эмоциональную память, через чувственную память, через мышечную память, то есть на уровне нервной системы, на уровне опорно-двигательных аппаратов. Будете ощущать некие волнения, просто не будете понимать, что происходит. Просто не будете отдавать себя черту, что происходит. Просто вам не будет ясна причина, почему вы так чувствуете. Поэтому здесь принципиально важно изменить свое отношение к человеку. И тут мы, в принципе, подходим к такому очень ключевому, я бы сказал, моменту, связанному со следующим. Я не могу забыть человека, как правило, в контексте того, что я его люблю и хочу быть с ним. Но я люблю человека. И именно я люблю. Это значит, что хочу, чтобы он был счастлив. Он. А не я. Он. И если человек счастлив без меня, то да, мне грустно, мне больно, но, как бы, я принимаю факт того, что человек счастлив без меня, и живу дальше успокаиваясь тем, что человеку хорошо без меня. При том, что мне грустно, при том, что я испытываю определенную болезнь, но все равно, как бы, я иду дальше, да, тут у меня есть вот какое-то такое четкое понимание, четкое осознание. А вы описываете момент, в котором говорите, я не могу забыть человека. Именно забыть. Что это значит? Я не могу забыть. Я не могу забыть. Это значит, что я постоянно чего-то хочу. Я хочу. Находясь с ним, я постоянно чего-то хочу. Я хочу. Мне нужен. И я не могу забыть, потому что он напоминает мне о том, что я этого хочу. Он, как бы, мое желание просыпается. Я чувствую, что только с ним я могу получить то, чего я хочу. Это вот, наверное, один такой ключевой момент. Это ключевое различие. И можно сказать, что, говоря о том, что вы не можете забыть человека, вы описываете свою память. То есть вы констатируете, что вот он в моих мыслях, да. Но вы знаете о своей мысли. А какие у вас чувства? Какие эмоции? Чем вас фиготит, что вы увидите человека? Какие конфликты скрываются за этим? Ну, я приведу вам один, только один пример. Я не буду угадать. Я не буду пытаться угадать, потому что это бесполезно. Слишком много может быть ситуаций. Я просто приведу небольшой пример. Смотрите. Смотрите. Пример такой будет. Мы расстались с человеком. Допустим, вы, Виктория, значит, соответственно. Я рассталась с молодым человеком. Мы расстались по его инициативе. Значит, сразу после того, как он со мной расстался, я увидел его с другой девочкой. Другой девочкой, вот, целуется, обнимается. Вот, слышала, что они едут на отдых. Не могу его забыть, не могу понять, как он мог так быстро меня променять, да. Как он мог так быстро сойти с другой девочкой. Вот, соответственно, больно. Я его ревную. Вот. Допустим. Да. И, соответственно, мне больно его видеть. Мне больно, больно на него смотреть. Мне больно с ним находиться рядом. Здесь для бытового общения, то есть на уровне быта, вы можете сказать, что я его люблю. У меня есть к нему чувство. Чувство. Вот. У меня он не безразличен. И поэтому я так реагирую. Вот. Пытаюсь с ним поговорить, там, не могу забыть, там, не читаю о нём и прочее. Ну, если подумать, вы испытываете чувство ревности в моём примере. Я испытываю ревность, я ревную, я не могу понять, как ты мог меня бросить. Я ревную тебя к другой. Я сравниваю себя с другой. Я боюсь, что я такая вот плохая. Если ты меня бросил ради другой девочки, значит, со мной что-то не так. И каждый мужчина, который будет со мной встречаться, он меня может, как бы, бросить ради другой. То есть здесь, как бы, на переднем плане вы говорите о любви, но в глубине речь идёт о конфликте. Если я буду с ним, я докажу себе, что со мной всё в порядке. Я хочу, чтобы со мной было всё в порядке. Для этого мне нужно быть с ним. То есть это решение внутренней проблемы, внутреннего конфликта. Ну, в моём примере это обесценивание. Это самооценка. Это страх одиночества. Понятно, что варианты могут быть разные. Например, это может быть просто расставание без причин, да. Это может быть расставание в никуда. То есть мужчина просто расстается с вами, и вы видите, что он один, но... как бы, он с вами не хочет с ними действовать. Вот. Зачастую это просто потребность к человеку. То есть вот я нуждаюсь в тебе, да. То есть вот ты мне нужен. Только с тобой я чувствую себя полноценно. Полноценно, только с тобой я чувствую себя хорошо. То есть это в некотором роде такой костыль получается в виде партнёра, на который вы опираетесь... Ну, не вы конкретно, а просто человек опирается и чувствует себя, ну, более-менее нормально. Вот. Естественно, это очень негативно. Сказывается на самом человеке и на отношениях в целом. Вот. Поэтому тут, конечно, нужно разбираться. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Ага. Если чисто вот на уровне поведения, что рекомендовать, то побольше усталость, побольше новых впечатлений. Вот. Но, повторюсь, без работы это все будет малоэффективно. Вот. Удачи вам. Всего самого доброго.